Сегодня выпуск программы Горвода будет посвящен не совсем воде, а о людях, которые трудятся на предприятии Ангарский водоканал. Прежде чем приступить к своей работе, они должны защитить себя маской, обработать руки антисептиком и, конечно, измерить температуру. Каждый день над качеством питьевой воды и в пользу нашего с вами комфорта в Ангарском водоканале трудятся больше шести сотен человек. 30 из них сейчас находятся на карантине. У них подтверждённый диагноз – ковид. После того, как болезнь начала подкашивать ряды водоканальщиков, руководство, не задумываясь, перешло к усиленным мерам противодействия ковиду. После перенесённой болезни привился и руководитель. Ситуация сложнейшая, так же, как и в городе, так же, как в регионе и во всей стране. Вирус никуда не ушёл, он наступает. В мае сделал первую прививку, вот 7 июня – вторую. Чувствую себя великолепно, чего и другим, собственно говоря, желаю. Пугает и настораживает отношения многих членов коллектива, так же, как и всех ангарчан, к этой прививке. Каких я только версий не слышал, почему люди не хотят ставить прививку. И то, что их зомбируют, кому нужно нас зомбировать, и деньги на нас тратить на зомбирование. То, что мы персональные данные какие-то распространяем. Александр Алексеев вооружился увесистой пачкой масок, дезинфектором для рук, перчатками и рециркулятором. Такая же система безопасности для сотрудников действует по всему предприятию. Плюс строгая социальная дистанция в полтора метра между рабочими местами. И обязательное проветривание помещений. Положительно у нас все относятся, все понимают, какая обстановка. И уже 10% привилось, и очень много уже записано на прививку. То есть, вакцинация проходит. Прививки нужно поставить две. Это общий известный факт. Подхватить вирус и между, и после вакцинации тоже можно. Хоть процент и невысок. Но, как уверяют врачи, болезнь у привитого человека будет протекать намного легче и быстрее. В этом на собственном опыте убедились и некоторые сотрудники предприятия. Екатерина, сомневались ли вы ставить прививку от коронавируса или нет? Нет, не сомневалась. Учитывая, что постоянно работа с населением, хотелось подстраховать свое здоровье. Но при этом, при всем, все-таки переболеет? Все-таки, да. Переболела ковидом, но очень в легкой форме. У меня больничный был всего неделя. И вернулась с отрицательным результатом в штат работников Ангарского водоканала. Как сейчас себя чувствуете? Как будто я не болела. А что посоветуете всем людям, которые живут в нашем регионе? Обязательно делать прививку. Учитывая, сколько человек у нас оказались на ЭВЛ, сколько болели в тяжелой форме. Поболеть неделю, просто находясь дома, это намного лучше. Не так страшен черт, как его молюют. Уверены водоканальщики. Пока вакцина от коронавируса идет на пользу штату муниципальщиков. Есть с чем сравнить. Почти два месяца один из работников пробыл только на искусственной вентиляции легких. Выздоровление далось крайне тяжело. Привит не был. Сегодня предприятие постаралось максимально уберечь как сотрудников, так и потребителей от этой заразы. При посещении офисов водоканала каждому ангарчанину измерят температуру и предложат элементарные средства защиты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok